Заслуженного сотрудника сочинской милиции поздравили с приближающимся днем Великой Победы, вручили цветы и памятные подарки. Встреча прошла в почти семейной обстановке. За чашкой чая Григорий Иванович показал фронтовые фотографии, рассказал о своем боевом пути. Его призвали на фронт в 17 лет еще со школы, увлекающейся авиацией и математикой, мечтал стать военным летчиком. Но подвело зрение, а вот знание тригонометрии, причем на очень высоком для тех времен уровне, пригодилось для защиты Родины. Стал артиллеристом. Как только командиры узнали, что увлекался математикой, сразу же перевели в вычислители. Это сейчас, улыбается ветеран, все считают компьютеры. А тогда все приходилось держать в голове и вычислять быстро, потому как обстановка на поле боя меняется молниеносно. В составе своего дивизиона старшина Григорий Любченко прошел всю правобережную Украину. Через Кишинев и Познань участвовал в висло-одерской операции, дошел до Берлина, а войну окончил в Потсдаме, там, где принималось капитализм. Катуляция нацистской Германии. Но очень хорошо помнит, как форсировали одер. В ход шли всевозможные тактические хитрости. Тут на рассвете раненько Жуков дал команду выставить прожектора по линии фронта и осветить. Осветили тот берег, они стреляют так, как попало. А мы видим их хорошо. Без малого 34 года Григорий Иванович прослужил в органах внутренних дел в различных подразделениях сочинской милиции от уголовного розыска до паспортно-визового отдела. А после выхода на заслуженный отдых ветеран увлекся реставрацией картины, затем стал писать полотна. Григорий Иванович предпочитает работать в стиле импрессионистов и соцреализма. На стенах квартиры целая выставка портретов, натюрмортов и пейзажей.